МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брусчатка раздора. Почему в Ужгороде при наличии финансирования не могут начать реконструкцию набережной? Шанс к дизелю. Власти Германии придумали, как помочь водителям, чьи авто не соответствуют экостандартам, кто оказался противником идеи. Два разбойных нападения за сутки в Одессе. Оба с применением огнестрельного оружия. Поздно вечером в одном из спальных районов неизвестные обстреляли авто местного активиста. А уже в полдень еще одна перестрелка. В центре города выстрелили прохожему в ногу. Все подробности расскажет Богдан Бербицкий. Киевский район Одессы. Около 11 вечера. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как черный джип срывается с места, а группа молодых людей выбегает из микроавтобуса и несколько раз стреляет во внедорожник. С применением гладкоствольного охотничьего оружия произвел несколько выстрелов в автомобиле, которые вы видите. Пострадал, да, молодой человек. Ну как пострадал, он уже в больнице его нет, он уже выписан. У него три дроби, непроникающее ранение в область поистине. По данным СМИ, пострадал один из участников Одесского автомайдана. Позже общественники эту информацию опровергли. На своей странице в Фейсбуке активисты сообщили, что пострадавший один из соратников экс-автомайдановца Евгения Резвушкина. Его исключили из организации еще два года назад. Спустя час после нападения полиции удалось выйти на след преступников. И через некоторое время их задержали в Белгород-Днестровском. Встановлено и затримано двух подозривших, которые оборудованно подозриваются в скоянии стрелянины. Встановлено, что причиной конфликта стал один из золотомаркетов, который расширен в Киевском районе города Одессы. На сегодняшний час вживаются заходы по установлению других людей, которые принимали участь в данной подии. Позже правоохранители сообщили о заключении под стражу еще трех подозреваемых. Их обнаружили уже в Херсоне. У задержанных полицейские нашли огнестрельное оружие и патроны. Но не удалось пока найти виновных в другом разбойном нападении. В центре Одессы кто-то из группы неизвестных выстрелил из пистолетов прохожего. Пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением ноги. Сейчас правоохранители ищут автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Идет следствие. Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим перемирия. Уже восемь раз обстреливали наши позиции, запрещенного Минскими договоренностями оружия. Под огонь попали Водяное, Крымское и Гнутово. Кроме того, противник активно ведет снайперские обстрелы. Подробнее о ситуации на передовой в сюжете Игоря Левенка. Прямо сейчас, в тот момент, когда мы с вами общаемся, произошел снайперский обстрел в одной из наших позициях. И парень получил ранение в ногу. Это Марьинка. Территория, где все близко. До позиции врага считанные метры. Крупные калибры пока молчат, но опасность не меньше. Здесь идет война снайперов. То и дело, раздаются одиночные выстрелы. А это значит, в кого-то полетела пуля. А откуда работает? Из домов. Ну, как всегда, они работают из домов захваченных. Работают здесь по нам. Ну, здесь, в принципе, они. Сейчас заехали, видно, и начинают по нам. А сейчас разговор произошел с одним из наших разведников, который ведет наблюдения за противником. Он не может сейчас подойти до нас, мав подойти, дать интервью. Он сейчас находится под прицельным огнем противника снайперских групп. И объяснил ситуацию, что огонь ведется за разных боков. Водночас, когда человек высунется, другой снайпер чатует за ним. И тогда пытается уничтожить. Впрочем, армейцы говорят, эта тактика известна. И если боевики стреляют наших солдат, то и для них пуля тоже найдется. Вот винтовка 1963 года выпуска. Казалось бы, раритет, но вот такие гаджеты делают этот карабин серьезным оружием. Дальность измельяется на дальность, уже вы дивитесь, мина. Вот если так, рукой, то до шести этажки, наверное, достанно. Все американское почти. Круто. А бывает и случай помогает. Обыкновенный фотоаппарат пресс-офицера. То, что незаметно для человеческого глаза, этот прибор рассмотрел. Вот так, випадково, фотографируя просто местность, раптом мы пометили при сближении, что там, где, просто мы уже местность узнаем, там, где под деревом была такая низинка, как ложбинка, раптом появился бугорочек. Когда сближили, под этим бугорочком было видно просвит, что там, как маразура. То есть лежит снайпер и спостерегает за нашими позициями. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун. Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер. Кровавый теракт в Израиле. Убиты двое израильтян, третий в больнице. Террористу удалось скрыться. Его ищут больше, расскажет Сергей Ослендер. Относительно спокойный период после ножевой антифады, похоже, закончился. Утром молодой араб вошел в здание одного из предприятий в промышленной зоне Баркан. Там работают тысячи палестинцев. Да он, собственно, и сам работал на этом предприятии. Поэтому, наверное, никто не обратил на него внимания. Поднявшись на этаж, где находилось управление компанией, палестинец вытащил автомат и начал в упор расстреливать сотрудников израильтян. Пострадали три человека. Двое, мужчина и женщина, позже скончались в больнице. Еще одна женщина, ее обнаружили закованной в наручники, сейчас в критическом состоянии, находится в реанимации. Самому арабу, пользуясь суматохой, удалось скрыться. Теракт вышел очень резонансный. Его сейчас обсуждают в Израиле и даже обсуждали на заседании правительства. Я открою заседание с происшествия в промышленной зоне Баркан. Это очень серьезный теракт, в ходе которого были убиты с особой жестокостью два гражданина Израиля. Еще одну израильтянку ранили. Силы безопасности преследуют убийцу. Уверен, что скоро он будет схвачен и предан суду. Я хотел бы выразить от своего имени и от имени всех членов правительства соболезнования семьям погибших, а также передать нашу надежду и наши молитвы за скорейшее выздоровление потерпевшей женщины. Личность убийцы установлена. Это 23-летний араб из Тулькарема. Сейчас его разыскивают. В квартале, где он жил, идут обыски. Район происшествия оцеплен войсками. Туда переброшены дополнительные силы полицейского спецназа. Накануне теракта у себя в фейсбуке араб написал о намерении его совершить. На заседании правительства принято решение усилить меры безопасности. В районе Баркана сейчас туда перебрасывают два дополнительных армейских батальона. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. В исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали российский военный корабль. Об этом сообщила Пресс-служба национальных вооруженных сил страны. Как отмечается, судно класса «Серегущий» проходило на расстоянии 14 морских миль от территориальных вод Латвии. Напомню, в последнее время возле границ Балтии все чаще фиксируют военные корабли и самолеты РФ. Парламентские выборы в Латвии выиграла пророссийская партия. Второе место у новой консервативной партии. Голосование состоялось в субботу. Подсчет голосов уже завершен. Елена Абрамович расскажет подробнее. Выборы в маленькой Латвии на фоне смены власти в более крупных европейских странах, таких как Швеция и Италия, прошли без особого внимания европейских СМИ. Тем временем, в день голосования в самой Латвии хакеры взломали местную соцсеть. Заходишь на страничку и появляется российский флаг, фотографии президента Путина и звучит гимн России и подпись о русском мире. Теперь в Брюсселю придется обратить внимание на результаты выбора. Ведь победила пророссийская оппозиционная партия «Согласие», которая получила 23 места в парламенте. Я доволен результатами. У нас первое место. Однако опыт и история показывают, что победа на выборах, первое место и наибольшее количество голосов еще не является гарантией формирования коалиции. Вопрос создания коалиции действительно может стать для Латвии проблемой, прогнозируют эксперты. В семь нового созыва пришли семь партий. Представители действующей коалиции оказались внизу списка. Вперед вырвались популисты и новички в лице новой консервативной партии. А полиция нынешнего премьера «Союз зеленых» и «Крестьян» заняла шестое место. Кто-то должен взять на себя инициативу для переговоров по формированию коалиции. Мы обязательно поговорим с нашими партнерами. Конечно, с таким результатом нам будет гораздо сложнее взять на себя инициативу, чем если бы мы были лидерами. Однако партия «Победитель» после 2014 года несколько смягчила пророссийскую риторику и скорректировала политику. Признала Крым незаконно аннексированным и даже разорвала соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». Елена Абрамович, Евгений Каламинский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». В болгарском городе Рус зверски убили журналистку, ведущую Викторию Маринову. Она разоблачала махинации со средствами ЕС. Тело 30-летней женщины нашел местный житель в зеленой зоне вблизи Дуная. Неподалеку был припаркован ее автомобиль. Согласно выводам криминалистов, смерть наступила в результате удара по голове и удушения. Столь жестокого убийства в этом городе еще не было. Полиция сейчас отрабатывает несколько версий, в частности, профессиональную деятельность журналистки. В Эдинбурге прошла акция за независимость Шотландии от Великобритании. В ней приняли участие по меньшей мере 20 тысяч человек. Организатором выступила Шотландская национальная партия. Ее лидеры заявляют о необходимости проведения нового референдума о независимости региона. Его условия обозначат после Брекзита. Напомню, на референдуме в 2014-м свыше 50% шотландцев проголосовали против независимости от Соединенного Королевства, Более 60% на референдуме о выходе Великобритании из ЕС хотели сохранить членство страны в Евросоюзе. В Ужгороде никак не могут приступить к реконструкции набережной. Деньги из госбюджета выделили еще в августе, но освоить их местные власти не могут до сих пор. Как только на набережной появляются рабочие, тут же приходят и активисты, чтобы помешать работам. Почему люди выходят на акции, выясняли наши корреспонденты. Очередной скандал разгорелся вот из-за этой брусчатки. Ее обнаружили, когда сняли слой асфальта на Липовой аллее. Кто ее укладывал и когда, пока никто не знает. Это может быть и 30-е годы, потому что город Масарика был построен в 1937 году. И это может быть тогочасная бруківка, может быть немного позже. Но даже если бы она была в радянских временах, то это 60-е годы, и это качество, и это уже та автентика. В мэрии проводить исследования не против, и уже приступили к работам. Начали снимать асфальт. Для этого пригнали габаритную технику. А вместе с ней появились и активисты. Говорят, такие машины раскалывают брусчатку и фактически ее уничтожают. Я с вами не хочу говорить. Вы меня оскорбляете. Что вы мне говорите? Скажите, мы хотим какую инструктивную идею. В конце все начали с великой техники, то начали с лепутки, то начали, что это великое. Я срокинувала идея. Эта техника вспахала и нашла бруківку. Мы просили, сделайте нам экспертов. Просили, вы ничего не сделаете. У подрядчика, которого наняли местные власти, проводить работы свои аргументы. Мы видим снова перешкоджения. И мы будем обратиться к суду, так как мы втрачаем гроши, несем убытки, аренда техники, кошти, и нам нужно будет это за счет кого-то компенсировать. Реконструкцию набережной начали еще в августе, когда из госбюджета был выделен 21 миллион гривен. Деньги целевые, и использовать их нужно до конца года, иначе они вернутся в казну. Поэтому проект разрабатывали в спешке, и полное согласование он не прошел, уверяют активисты. Мирская рада отримала припис от Департамента управления культуры про то, что тут исторические ареалы, без погоджения консультативной радости сюда пхаться не варто. Наразі этих вещей еще досі немає, тобто погоджения Министерства культуры немає. В мэрии возмущения активистов не понимают, мол, их предложения учли и даже внесли коррективы в проект. Я не знаю, я не хочу никого там говорить, но когда мне кто-то скажет, что эта обраківка тут нормальна, або эти светильники, что их не требует реконструировать, тогда извините меня. Кстати, так называемый район Галагов построили Чехию в начале прошлого века, когда Закарпаття входило в состав Чехословакии. Его называют уникальным архитектурным комплексом модернизма. А чтобы сохранить это достояние, местной власти приложили внести его в перечень объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Марьяна Мартин, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Количество госпитализированных после пищевого отравления в детсаду Нетешина Хмельницкой области выросло до 36 человек. Всего в стационаре с отравлением 29 детей и 7 взрослых. У всех высокая температура, тошнота, рвота, общее недомогание и боли в животе. По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство. Напомню, первые пострадавшие с симптомами отравления поступили в больнице Нетешина вечером 3 октября. Под угрозой исчезновения архитектурные памятники национального значения. В Ивано-Франковской области на грани полного разрушения сразу несколько сооружений 17 века. Костел Святого Антония и Чернелицкий замок. Почему уникальные исторические объекты в плачевном состоянии и есть ли шанс их спасти? Выясняли наши корреспонденты. Десятки километров бездорожья и мы на месте. В центре поселка Чернелица на возвышении виднеется костел Святого Антония. Точнее то, что от него осталось. В 17 веке его построил брасловский воевод Михаил Ежич Артырыйский и передал монахам-доминиканцам. Сегодня это старинное здание превратилось в заброшенные руины. Местные рассказывают, в 2005-м здесь был большой пожар, после чего костел стал рушиться буквально на глазах. В нескольких метрах от костела Чернелицкий замок, бывший восточный форпост Речи Посполитой. Но о былом его величии сегодня мало что напоминает. Если ничего не предпринять, то очень скоро от исторических памятников не останется и следа. В поселковом совете рассказывают, неоднократно обращались за помощью в область. Просили хотя бы законсервировать объекты. Но пока все безрезультатно. Мы обратились в отделение памятников архитектуры, и до депутатов обратились. Однако никто не договорил нас и сегодняшний день. О состоянии архитектурных памятников в областном секторе по вопросам охраны культурного наследия знают. Но уверяют, помочь не могут. Мол, сохранность таких объектов – компетенция Министерства культуры. А там деньги на их содержание уже давно не выделяют. В 2010 году в рамках административной реформы основной орган реставрации регион Буди был ликвидован. И полноважения были переданы Министерству культуры. То есть финансирование с 2010 года прекращено полностью. А это значит, что под угрозой полного разрушения не только костел доминиканцев и замок, но еще тысячи уникальных исторических сооружений по всей стране. Андрей Кривец, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности – телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Пьяное ДТП в Киеве. В ночь с субботы на воскресенье на пересечении проспекта Гагарина и бульвара Верховной Рады машина такси «Убер» врезалась в фонарный столб. Основной удар пришелся на сторону пассажира. Его забрали в реанимацию в тяжелом состоянии. Водитель после столкновения не пострадал. СМИ сообщают, что он был в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, причина аварии – превышение скорости. Перестрелка в центре Парижа. Около шести утра вблизи Елисейских полей двое злоумышленников на мотоциклах открыли огонь по автомобилю. Пули задели двоих сидящих в салоне мужчин. В критическом состоянии их доставили в больницу. Нападавшим удалось скрыться. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. Мотивы стрелявших неизвестны. Однако следователи склоняются к версии, что это были криминальные разборки. Спасти дизель. Власти Германии разработали пакет мер, который поможет снизить содержание окиси азота в воздухе, не запрещая при этом въезд в особо загрязненные города дизельных автомобилей. Что предлагают политики и кто оплатит их идеи, расскажет Татьяна Лугунова. Два предложения для владельцев дизельных авто немецкие политики придумали, как помочь водителям, чьи машины не соответствуют новейшим экологическим стандартам, обойти запреты на въезд в центры крупных городов. У них есть два варианта на выбор. Либо модернизировать двигатель за счет автопроизводителя, либо поменять старый автомобиль на более новый, получив при этом солидную денежную премию, размер которой определяет все тот же автопроизводитель. Предложением от правительства смогут воспользоваться не все владельцы дизеля, а только хозяева машин стандарта Евро-4 и Евро-5. И при условии, что живут или работают, они в городах, где воздух особо загрязнен. Таких в Германии 14. Среди них Мюнхен, Кёльн, Гамбург, Штутгарт, Франкфурт, Ахен и Дюссельдорф. Это прорыв, хвастаются в правительстве. Мол, такое решение поможет убить сразу двух зайцев, спасти будущее дизеля и сделать воздух чище. У меня сложилось впечатление, что представители автоиндустрии заинтересованы в том, чтобы улучшить имидж дизеля. И я, как министр по вопросам охраны окружающей среды, не хотела бы, чтобы эти машины исчезли с рынка. Ведь если мы говорим, например, о СО2, то выбросы этого вещества как раз у дизельных машин ниже. А вот экологи и защитники прав потребителей разочарованы. Говорят, в предложении правительства много слов, но мало конкретики. Это решение вызывает только разочарование. В нем нет ничего нового. Денежные премии при обмене авто производители обещали и раньше. Что касается модернизации программного обеспечения, все пока на уровне разговоров. Нет никаких гарантий, что производители оплатят эту процедуру. И действительно, представители сразу нескольких концернов уже отказались обновлять программное обеспечение за свой счет. Дескать, этот вариант слишком затратный по времени и не оправдывает себя ни экономически, ни технологически. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Госсекретарь США Майк Помпео отметил прогресс в переговорах с Ким Чин Ыном. Об этом он заявил после сегодняшней встречи с лидером КНДР в Пхеньяне. Переговоры политиков длились около двух часов. За это время они успели обсудить, в частности, сокращение ядерного оружия Северной Кореи и второй американо-северокорейский саммит. Ким Чин Ын, в свою очередь, также отметил, что это была приятная встреча, которая обещает хорошее будущее для обеих сторон. Число погибших в результате мощного землетрясения и разрушительного цунами, которое накрыло индонезийский остров Сулавеси, увеличивается. Их уже около двух тысяч. Пропавших без вести более пяти тысяч. Однако точное количество до сих пор неизвестно. Из-под завалов продолжают доставать тела погибших, и надежды найти там живых людей практически нет. Завершение поисковой операции назначено на 11 октября. Прикладывает немало усилий для поиска и спасения пострадавших. Однако момент уже упущен. Если бы они начали раньше разбирать все эти руины, спасти удалось бы гораздо больше людей. 29 сентября, когда все это только что произошло, я слышал, как люди плачут и как они кричат под обломками собственных домов. Но тогда им не смогли помочь, а спустя 10 дней найти кого-то из них живыми маловероятно. По меньшей мере 11 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6 у побережья Гаити. Об этом сообщает геологическая служба США. Десятки людей пострадали, однако точное их количество пока неизвестно. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 12 километров. Президент Гаити призвал местных жителей сохранять спокойствие. Масштабный лесной пожар вспыхнул вблизи португальского Лиссабона, в курортных районах. О погибших пока не сообщается. О пострадавших на данный момент около 18 человек. Большинство из них спасатели. Чтобы ликвидировать возгорание, в район отправили по меньшей мере 700 пожарных. Задействовали и авиатехнику. Подтушить огонь пытаются с помощью шести самолетов. В качестве меры предосторожности местные власти приняли решение эвакуировать отдыхающих и местных жителей всего 350 человек. Спорт в массы в селе Белозерия Черкасской области провели масштабный спортивный турнир среди объединенных громад. Их представители состязались и в шахматах, и в притягивании каната, и даже в игре в дарт. Но основные баталии развернулись на мини-площадке футбольной академии Белозерия. 13 команд по футзалу сразились за главный приз турнира Кубок Сергея Рудыка. Футболисты хоть и не профессионалы, но показали первоклассную игру. Все благодаря тренировкам. В последние годы в Черкасской области масса востроили мини-футбольные поля, в основном в райцентрах и селах. И это уже дает первые результаты. Уверен организатор турнира Нардеп Сергей Рудык. Сегодня в честь святого Дня противника в освете. Мы поздоровили, и проходят эти соревнования, я думаю, нормальные. И это началось в прошлом году. Я думаю, спорт – это самое лучшее, что есть в каждом селе. Нет, может быть, из одного населенного пункта в межах моего 198-го выборчого округа, где не было бы спортивного майданчика. В прошлом году мы построили четыре мини-футбольных поля с штучным покрытым. В прошлом году до конца года еще четыре поля построили. И вот пришел час проверить силу и мощь мускулей. Потому что сегодня, видите, собрались 13 команд из этой области на спортивные соревнования с восьми видов спорта. Бал золотых цветов. 40 тысяч хризантем высадили под Харьковом в Фельдмане Капарке. Здесь можно увидеть цветочные композиции и настоящие скульптуры. Все видели и наши корреспонденты. Живая музыка и актеры в средневековых костюмах встречают гостей, которые пришли полюбоваться на тысячи златоцветов. Так называют одни из самых поздних и красивых осенних цветов – хризантемы. Здесь они повсюду – в композициях, на клумбах, в виде скульптур. Это планета Земля из остроигольчатых хризантем. А в этих скульптурах дети угадывают сказочных героев. Медведь и кролик. А вот это что? Перчатка. Рукавичка. Бал хризантем в социально-гуманитарном мультикомплексе Фельдман Экопарк проводят уже в седьмой раз. Его основатель вспоминает – сначала было желание украсить экопарк, потом это переросло в большой праздник. Дело в том, что когда любишь что-то, когда ты хочешь этим заниматься, эти идеи сами приходят. Мы подводили под День Учителя, потому что и по времени, и по природным данным все совпадает. И мы решили это приурочить День Учителя. Сюда приезжает огромное количество коллективов, учителей. Отдых, животные и дети. И мне кажется, это такая благодарность, такой поклон всем учителям. Моя мама 35 лет была учительницей. Это как бы и маме праздник, это и праздник всем тем, кто нас сделал. Хризантемы от белых и зеленых до оранжевых и красных. На этом балу 40 тысяч цветов, почти 30 сортов, от флористов Харькова, Днепра и Запорожья. Встречаются и редкие виды. Вот это вот край рюшечки обитый оранж кинг, а в средине оранж голд. Их оценили гости со всей Украины. Эти женщины из Краматорска. Ой, ну мы вообще приехали на цветы посмотреть. Такой красивый сад там из хризантем. Все экибаны там, всякие. Все-все очень красиво. И зелень, и деревья, и чисто в парке. А лингвисты из Славянска и любуются, и английский учат. Камел, тайга, лайн, рэббит. Мне больше всего понравилось, что тут можно трогать животных. Есть такой маленький загон, где есть свиньи маленькие. И барашки всякие. Создатели композиции обещают, их шедеврами можно будет любоваться еще долго. Наши композиции, которые на клумбах, они простоят немножко больше, потому что они, кустовая хризантема, они такая прихотливая. Она постоит месяц, это точно, а может и больше, до больших морозов. Первый день фестиваль посетили 100 тысяч человек. Многие из соседней Полтавской, Сумской и Донецкой областей. Гостей здесь ждут каждый день. Вход на бал бесплатный. Константин Редин, Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Возможен ли костюм Железного Человека? Что такое живые башни? И почему официальным лицам всегда нужно проверять свою обувь? Об этом и не только далее в нашем обзоре. Костюм Железного Человека скоро станет реальностью. Британский ученый разработал специальный костюм, снабженный пятью миниатюрными реактивными двигателями. Благодаря им скорость можно развить до 50 км в час. Изобретатель обещает, уже в следующем году он проведет гонки на реактивных ранцах. Берлинские здания превратились в светящиеся картины. В немецкой столице начался 13-й ежегодный фестиваль света. Открыла праздник гигантская светящаяся кукла. Она включила освещение берлинской телебашни. Это одно из 70 зданий, которые в течение двух недель будут украшены иллюминацией. Фестиваль продлится до 14 октября. Полюбоваться огнями можно и в китайской провинции Ляонин. Тут проходит фестиваль фонарей. Зрители могут увидеть более 80 крупных световых инсталляций. Каждая из которых одображает традиции Китая. Ожидает гостей также водно-музыкальное шоу и гастрономический фестиваль. Летние юношеские олимпийские игры официально открыты. Церемония прошла в Буэнос-Айресе и продлилась около двух часов. Аргентинские спортсмены зажгли огонь игр перед обелиском, историческим символом города. В спортивном празднике также приняли участие тайские футболисты, спасенные в июле из затопленной пещеры. В Испании прошло соревнование по возведению живых башен «Костель». В основании сооружения самые сильные участники команды – мужчины. На их плечах несколько этажей девушек. На верхушке – дети. Все в защитных касках. Уровней может быть до десяти. Традиция строить живые башни возникла в провинции Тарагона еще в 18 веке. Так испанцы отмечали сбор урожая винограда. Трамп оконфузился. Президент США не заметил кусок туалетной бумаги, прилипший к его ботинку. Видео, поднимающегося к самолету Трампа, взорвало интернет. Теперь пользователи соцсетей гадают, почему сотрудники аппарата не проследили за внешним видом президента. Не исключают, что клочок бумаги заметили, но не сообщили намеренно. В Мюнхене завершился традиционный праздник пива. Мероприятие посетили около 6,5 миллионов человек. Среди звездных посетителей бывший президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари и футболисты Мюнхенской Баварии. В этом году гости Октоберфеста выпили около 7,5 миллионов литров пива. За безопасностью тщательно следила полиция. По ее данным, в этом году на фестивале было намного меньше правонарушений, чем в прошлом. В штате Нью-Мексико открылся крупнейший в мире международный фестиваль воздушных шаров. Небо Альбукерке наполнилось сотнями разноцветных аэростатов. В этом году принять участие в фестивале смогут только 600 участников. Ранее их число доходило до тысячи, но организаторы ограничили их количество из-за низкого качества подготовки. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности UA. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!